Добро пожаловать ко мне на кухню! Сегодня займемся украшением печенья. Будем готовиться к Дню Влюбленных, к празднику всех влюбленных, Дню Святого Валентина. Итак, смотрите, у меня готовое печенье. Я его сделала в форме сердечек разных размеров и выштамповала специально еще вот такие вот формочки. И готова у меня глазурь белковая. Все это вы легко сможете найти по ссылочкам под этим видео. Будет ссылочка на универсальное песочное тесто, из которого приготовлено печенье. И как приготовить белковую глазурь или айсинг, кто как называет. Единственное, что хочу сказать за печенье, раскатывала я его толщиной 3 мм, так как мне нужно было тоненькое печенье. И выпекала при температуре 200 градусов. Там буквально 10-12 минут в зависимости от размера печенья. Такое выпекается быстрее, которое поменьше, которое покрупнее на 2 минуточки дольше. Ну, теперь вот печенье уже остывшее. Глазурь готова. Смотрите, глазурь я разложила отдельно. Это для контура, это для фона, для зарисовки, это для склеивания. Желательно это делать всегда, чтобы вы не попутали. Еще для украшения можно брать любые присыпки, которые у вас есть. У меня вот есть кокос, я не знаю, воспользуюсь им или нет. Просто я говорю, чем можно воспользоваться. Кокос, это присыпка для пасхи. Вот такую присыпку можно взять. Вот мне идеально подойдет сердечки. И вот такие вот съедобные бусинки, бисер. Тоже может понадобиться. Если у вас есть другая присыпочка, пожалуйста, фантазируйте, пользуйтесь. Это уже на ваш вкус. Ну и так приступим. Посмотрим, какую красоту можно сделать из печенья с помощью белковой глазури. Хочу сказать, что такой десерт можно готовить не только на День влюбленных, но и на Новый год, на 8 марта. Можно просто от души приготовить любимым своим или детей, или внуков порадовать. В общем, поводов очень много. Так как глазури у меня в новых пакетиках, здесь еще не отрезан кончик. Все это нужно делать аккуратно, чтобы не отрезать сразу, не сделать большую дырочку. Так что начинайте с минимального и потом на каком-то печенье пробуйте. Если устраивает, значит это хорошо. Если же нет, значит дырочку можно расширить. Ну вот, получается очень тонко. Значит, делаю немножко, дырочку немножко больше. Вот так вот хорошо, вот так вот мне нравится. Это у меня глазурь для контура. Также приготовлю и красную. Тоже начну с минимальной. Если что, добавлю. Лучше таким образом, чем отрезать сразу и дырочка будет большая, то есть контур будет толстый. Ну да, вот так вот будет хорошо. Все это нужно проделать и с этими пакетиками. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну вот перед вами совсем не сложный способ украшения печенья. С ним справится любой начинающий кондитер. Так что смотрите, украшайте, радуйте своих близких, родных, любимых. На этом я с вами прощаюсь, всем пока, всем пока, всем удачи, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, всем пока!